Уважаемый Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, в каких случаях и кого современный православный христианин может с чистой совестью справедливо осудить и возненавидеть? Как-как? Может с чистой совестью справедливо осудить и возненавидеть? Нет, но здесь есть, на самом деле, такая достаточно долгая прелюдия. Светитель Иоанн Златоуст, да, есть цитата, что кто не верит Создателю Вселенной и как бы обвиняет истину во лжи, тот какой может заслужить когда-либо прощение. Эти люди имеют притворный вид и, надевая личину кротости под овечьей кожу, скрывают волка. Но ты не обольщайся, а еще более возненавидеть такого по тому самому, что он пред тобой таким же, как и он, рабом, притворяется кротким. Они чувствуют, что идет против собственного своего спасения. И дальше вопрос. Я понял, да. Ну, немножко вопрос просто сформулировал не совсем точно. Мы касаемся такой, может быть, даже важной вещи. Есть гнев праведный, есть гнев ложный. Обратите внимание в Евангелии, сколько раз мы читаем, что Христос с гневом, посмотрев на этих законников, помните, фарисеев, говорит им, «Змеи по рождению хиднины, гробы окрашены». Помните, какие вещи? Есть гнев праведный, а есть гнев ложный. Что подразумевается под тем и другим? Гнев праведный. Когда мы живем вот в обществе, когда живем в каком-то кругу людей, и когда мы видим человека, который претендует, как кажется, на святость, на правильность своих поступков, на, если хотите, верность своей деятельности, и как такой, а на самом деле лицемерит, врет и лжет, то здесь действительно возникает праведный гнев. Но почему он праведный? Во-первых, потому, что здесь действительно совершается какое-то злое преступление, но очень важно... И вторая сторона – я, тем не менее, понимая, что он поступает негодно, по-негодяйски, я не желаю ему зла. У меня нет к нему ненависти. Но я считаю, что, если это возможно было, то человека нужно, например, на работе такого человека, действительно, убрать. Почему? Потому что он вор. И он причинит несчастье очень многим людям. Я в качестве примера. Значит, здесь тонкость в чём состоит? Как бы оценить... Тут идёт оценка деятельности другого человека. Оценка. Так? Эта оценка может носить характер. Характер, я бы сказал так, деловой. Характер справедливости. Так? Оценка. Но, может быть, что начаться? Не оценка, а осуждение человека. Разные вещи. Оценивать я должен. Если вот, например, начальник я. Я должен оценивать. Годится человек это или не годится? Вижу – нет. Почему? Ну, потому врёт, не делает, сочиняет, приписывает. Я говорю. Я это оцениваю. Я не осуждаю, я оцениваю. Я понимаю, что, может быть, я бы на его место попал, может быть, я бы таким был. Не знаю. Я не знаю. Но то, как он делает, это нехорошо. И я это вынужден констатировать. Почему? Потому что я обязан, чтобы дело шло нормально. Слышите? Оцениваю. А насчёт осуждения – нет, я не знаю, может, я и хуже бы стал. Так вот, одно дело – гнев, связанный с необходимой оценкой того или иного явления. но без желания человеку, желания человеку зла как такового. Вот за то, что он лукавит, вот его надо, так сказать, надо бы ему сделать то-то и то-то. Я не знаю, понятно или нет. Значит, одно дело – рассуждение о данном человеку в силу необходимости. другое дело – осуждение. Вот я говорю, мы же осуждаем всех направо и налево. Нас никто не спрашивает. Наши эти суждения не меняют ни на одну йоту дело. Ну, возьмите хотя бы политическую там жизнь, экономическую. Ну, правда же! Ну, что от того, что мы начинаем говорить? Говорить, да, вот там-то плохо или хорошо. Ну, что будет? Мы только срываем свои чувства и больше ничего. От нас не зависит это ни на одну йоту. Эти наши рассуждения. Ну, так помолчи, коль не зависит. Нет, мы начинаем. Вы знаете, какие мы все политики? Боже мой, это невозможно! Никакие политики с нами, наверное, не могут сравниться. Вот это, действительно, это именно болтовня или осуждение. А вот рассуждение необходимо. Необходимо! Где? Всюду! И в церкви тоже! И когда мы видим человека, который вместо исполнения своих церковных обязанностей на самом деле ведёт себя самым непотребным образом, да, это человек недостойный пребывания здесь. Если это от нас в какой-то степени зависит, мы должны что-то сделать в этом отношении. Конечно! Вот недавно я прочитал интересную вещь, мне прислали, правда, что, по-моему, или в Молдавии, или в Приднестровье. Вот я не обратил внимания. Ну, в общем, интересно, что случилось? Какой-то бесноватый там, и вот мне прислали это всё даже видео, видео на телефон, прислали. Батюшка, бывший артист, кстати, верхом сел на этого бесноватого, этого батюшка по бокам держат, два мужика поддерживают, тот орёт и вопит, ползёт, батюшка на нём едет. Это изгнание беса. Ну, подумайте! Какое явление? Видимо, может быть, его артистическое прошлое так это его, так сказать, в нём действует. Но вот что здесь? Ну, что осуждение? А рассуждение обязательно требуется. Это безобразие, конечно! И очень жалко, если там местный епископ не обратит внимания на такие штучки. Мы скоро тогда церковь превратим, я не знаю, во что, в сборище кого. Видите? Не смешивать рассуждение и осуждение. Рассуждать обязаны! Обязаны! Особенно, когда мы поставлены. Поставлены! Мы должны рассуждать. Осуждать никогда не обязаны! И это грех! Вот в этом вся суть!